Вчера, в очередной день уже перевалившего за экватор 11-го фестиваля уличного искусства стенография, международного, несмотря ни на что, состоялось укрытие крупномасштабной работы питерской художницы Тины Прохоровой. Благодаря упорству заместителя директора детской музыкальной школы номер 12 имени Прокофьева Марии Кирпичевой, два года подряд предлагавшей стену здания на декабристов 49 на биржу поверхностей, это вспомогательный проект стенографии, где каждый может предложить объект для будущего арт-произведения, и благодаря победе Тины Прохоровой в конкурсе «Портфолио» с работой, которая объединяет уличное искусство и музыку, фасад музыкальной школы украсился произведением, занявшим более 140 метров, каждый из которых квадратный. В основу лег известнейший джазовый стандарт, сочиненный композитором Полом Дезмондом. Художница так объясняет свой выбор. Цитата с сайта стенографии. Проект называется «Take Five» по одноименной композиции оркестра Дэйва Брубика 1959 года. Его название можно перевести как «Передохни», «Держи пять». Также это пасхалка, в которой обыгрывается используемый в композиции музыкальный размер 5 четвертых. Классика, которая загадочно никак не может устареть. Я выбрал этот трек, потому что он сопровождает меня очень много лет и вдохновляет каждый раз, как впервые. Как выглядит звук? Как звучат предметы? Вот что мне интересно. Здорово, что получилось нарисовать не отдельно стоящего музыканта, а оркестр, целую группу, законченную композицию. Закончим цитату на этом. Тина Прохорова, графический дизайнер из Санкт-Петербурга, одна из 15 участников 11-й стенографии, изобразившая футуристический джаз-бенд на стене музыкального училища, удачно обыграв при этом даже арку. На таком стыке искусств детишки, выпускники музыкальной школы номер 12, несомненно, теперь будут гораздо более талантливыми и разносторонними артистами, чем их предшественники в обычнокирпичный период скучного существования школьного фасада. Также из заметных событий вчерашнего дня не можем не отметить прямой эфир, который выдал наш доблестный директор, между прочим, обладатель едва ли не крупнейшей коллекции живописи современных художников Екатеринбурга. Он пообщался с приехавшим к нам из Перми начинающим художником Арсением, хотя лично он не уверен, что вот именно художник. Ну, нет, ну просто, наверное, проблема в том, что нет определения. Всегда говорят уличный художник, и мне тоже иногда художникам говорят, типа, вот то, что он делает, это что? Типа, рисунок, почему он называется художник? А я, если бы меня называли не художник, я был бы и не против, на самом деле. Если было бы какое-нибудь другое слово, которое я сама определяла, тогда да. Арсений украсил электробудку во дворах за театром эстрады. Вот вы иронизируете, а вот кто-то проходит и говорит, что вы что, перепутали правильно вход или выход. Поэтому, то есть, не каждый может сразу догадаться. И в целом, ну, то есть, это просто такая, типа, небольшая шутка. Долго придумывал? Нет, не очень. Как-то просто проходил мимо табличек и решил сделать. Ну, знаешь, мне что смутило, ты давно к нам приехал? Я приехал дня три назад. И все три дня ты в зеленый цвет красил будку со всех сторон, да? Ну, не только, да. У нас были очень неуспешные дни, где была неправильная разметка. Я просто крашу в первый раз в жизни, мне доверили будку, впервые такую большую. Да, твои такие большие объекты не делали? То есть, ты на улицах никогда не мазал? Нет, я мазал, но, к сожалению, не такие большие объекты. А, а то я пришел предъявлять тебе за вот эту мазню на улице. А я прикрываюсь тем, что я неопытный, да? Нет, ну, ты лично эту будку со всех сторон сам раскрасил в зеленый цвет. Ну, у меня были волонтеры, конечно, да, которые мне очень помогали. Ну, проблема этой будки была, что она очень ржавая, поэтому, например, видите, вот где вот эти вентиляционные отверстия, мы прямо канцелярским ножом снимали слои краски такие. Ну, то есть, вы толком не стурили, не грунтовали, сколько это продержится? Я думаю, продержится. Весной облетит? Нет, мы все, между прочим, мы здесь все отшипателем отдирали, так что... Ну, сколько она лет продержится? Не знаю, но я думаю, не год продержится. Год у меня даже наклейки на улицах держатся, а уж это... Поговорили и о разнице между уличными художниками и вандалами. Иногда очень хочется взять палку в руки и отхерачить, знаешь, вот тех уличных художников, которые вот этой мазнёй запакостили все улицы. Вот своими граффити, вот как, знаешь, негры из Бруклина. У нас в Перми... Ну, конечно, да, да. И после этого я больше трафаретов не делал, потому что... Наоборот, я пытаюсь делать наиболее мягкие такие интервенции. То есть это обычно наклейка... Ну, то есть, если это какой-то там персонаж, я пытаюсь поставить, то это обычно наклейка. То есть, если это убирается, это вообще безболезненно ни для стены, ни для чего. Нет, ну подожди, а ночью ты подбегал к стенам и быстро-быстро из баллончика мазал? Нет, никогда. Ну, то есть, из баллончика я делаю только надписи. Ну, ты стесняешься признаться или как? Нет, правда. Ну, вот я делал один трафарет, вот первый раз в жизни, и всё. А больше я не делаю. А это, кстати, по трафарету? Нет, это мы размечали часть проектором, часть просто малярным скотчем. Слушай, а ты рисовать-то по жизни умеешь? Не очень. Поэтому я и выбрал. Я вот, кстати, обратил внимание, что многие знаменитые современные художники, в том числе из Екатеринбурга, в том числе и самый знаменитый уличный художник, рисовать не умеет. А кто самый знаменитый? Да я не буду, он обидится, расстроится. Арсений оказался хорошим парнем, мне ему предъявить абсолютно нечего. По рукам бить бейсбольной битой не надо. Ну, вот серьезно, иногда хочется выловить этих чертей, которые пачкают и мажут наш город, и публичную порку устроить на площади пятого года. И знаете, мне кажется, к нам туристы поедут. Вот. Почему? Смотрите, в Сингапуре публично порят пьяных водителей. Не тех, которые по пьяне кого-то убили, тех сразу вешают и расстреливают, а тех, кто просто по пьяне катались на машине. Их публично порят, там специальные станки, в них закрепляют человека, оголяют ему ягодицы и кнутами там или чем-то порят. И представьте, сколько туристов туда едет. И к нам поедут. Конечно, поедут. Ну, и заодно работу Арсения посмотрят. Нет, ребят, завязывайте пачкать город. Вот серьезно, сердце болит. Ну и в завершение обращение нашего директора к тем, кто еще не вышел из тени и сидит в ней с баллончиком наперевес. Еще хочу сказать, вот, ребят, обращаюсь ко всем этим уличным граффитистам, мазильщикам. Вот слушайте, Арсения, вот правильный уличный художник, прекращайте гадить и мазать. Идите, создавайте какие-то свои проекты на бумаге, записывайтесь в стенографию, какие-то другие фестивали, предлагайте им и абсолютно легально по несколько дней раскрашивайте. Кроме этих объектов появились в городе и еще два законченных, добавившихся в серию ночная галерея. Попавшие в нее работы отличаются именно тем, что видны только по ночам. И вовсе не из-за каких-то особенностей краски, исчезающей на свету. Просто они написаны на жалюзи, киосков, распечатей, закрывающихся на ночь. Вот, например, дебютант стенографии художник Кот-501, он же Екатеринбуржец Сергей Ермаков. Как ему и хотелось, он сумел продлить лето, расписав киоск на Хохряково-23 на углу с Малышева, там, где поблизости расположена работа харьковского художника, изобразившего молодого Гагарина по ходу одного из предыдущих фестивалей. Другой киоск на Ленина-48 рядом с операболитическим театром облагородил на свой манер Денис Вертига. Тут, ребята, целая концепция. Процитируем автора. Меня интересует все, что связано со свободой. Здесь нарисованы стрекозы, которые разрывают цветную материю и борются за свободу. Когда у стенографии начались проблемы, фестиваль был под вопросом, я нарисовал эти эскизы. Стрекозы для меня символ героев, я сравнил их со стенографией. Фестиваль победил и разорвал материю, он будет жить. Конец цитаты, и это совершенно верно насчет победы фестиваля. И уже далеко не первая работа в рамках нынешнего 11-го намекает на его сложную судьбу. По всем прикидкам он в этом году не должен был состояться, когда мэрия Екатеринбурга почему-то отдала муниципальный заказ чужакам, которые вполне предсказуемо на эти деньги проявили в городе нечто вообще никак никому ничем не запомнившееся. И только поддержка горожан, личное вмешательство губернатора Свердловской области Евгения Куевышева и отклик компаний-партнеров совершили чудо. Стенография 11 все же выстрелила неожиданно для всех. И сейчас, кстати, продолжает обозначать свое присутствие не только ежедневно появляющимися в центре новыми работами, но и давно обещанной фиолетовой линией, наносить которую поначалу не давал дождь. Напомним, она свяжет 29 объектов стенографии разных лет, но только в центре города. Тем не менее, на 9-километровый маршрут понадобится никак не меньше двух часов свободного времени. Сейчас фиолетовая. Фиолетовая. Ни розовая, ни цвета фуксии, ни лиловая долой дальтоников. Линия целиком существует лишь виртуально. У одного из партнеров на Яндекс.Картах, где отмечены, кстати, и объекты, к которым она ведет. Ну а на десерт еще об одном вкладе в стенографию Иннокентия нашего Шеремета. Собственно, ручно. Так, где красить еще показывай? Вот так вот, давай. Вот так? Да, чуть-чуть дальше руку. Ага. Все, все. Отлично. Спасибо. Спасибо.